Сегодня мы поговорим с вами о вере в миссию. Вера в миссию. Почему мы приносим десятиную пожертвования в поместную церковь? Из-за миссии, которую Бог исполняет через свою поместную церковь. Мы знаем, что поместная церковь была Божьей идеей. Есть люди, которые говорят, что организованная церковь-то плохо, но это полнейшая ложь, потому что так вам придется выбросить весь Новый Завет. Через весь Новый Завет говорится о создании поместной церкви с лидерами и структурой. И мы знаем, что когда Иисус вернулся, чтобы узнать, как идут дела, Он приходил не в дома людей, а пошел к семи поместным церквям. Он посмотрел на них, а затем написал им свой отзыв о том, что им нужно изменить. Итак, мы знаем, что поместная церковь – это Божья идея. Это Божий способ исполнения Его миссии в мире. Враг хочет разделить нас. Когда вы одни, вы как камешек. И когда этот камешек бросают в озеро, он создает лишь небольшую рябь на воде. Но несколько камешков вместе – это уже булыжник, и если его бросить в море, то получится волна. Бог не желает, чтобы мы создавали небольшую рябь. А если мы хотим сделать волну, то нам нужно быть вместе в единстве. Когда все поместные церкви по всему миру делают свою часть, тогда миссия будет выполнена. Итак, в чем же миссия поместной церкви? В том, чтобы последователи Христа собрались вместе в поместном теле, чтобы использовать свои дары и таланты, способности и сокровища для достижения погибающих, оснащения святых, служения бедным и лишенным в этом мире. Это и есть миссия поместной церкви. Вы можете это сфотографировать и запостить, потому что именно этим мы и занимаемся. И это причина, по которой мы делаем все, что мы делаем. Также, Бог всегда полагался на людей в поддержке Его миссии. Даже во времена Каина и Авеля. Бог уже что-то планировал. Он говорил, вы здесь не только ради себя. Вы здесь, чтобы поклоняться Мне. И мы видим, как Он объясняет им, что Богу нужно приносить первое и лучшее. Это акт поклонения. Поклоняться Богу нужно лучшим, что у нас есть. А затем были Авраам, Исаак, Иаков. Когда Авраам встретился с Иисусом Христом в облике Милхиседека, он отдал ему 10% от всего, что у него было. Затем он научил этому своего сына и внука. Когда у Иакова была своя встреча с Богом, он сказал, «Я отдам 10% от всего, что у меня есть, твоему дому», тогда как его дом еще не был построен. Но это произошло в том месте, где потом построили его дом. Итак, принцип десятины. Первого и лучшего для Бога. Появился задолго до закона. Он появился от хождения верой. В нем раскрывается истинный смысл поклонения и поддержки Божьей миссии. А затем эстафету подхватил Моисей и люди Ветхого Завета. Так появился закон давать 10% от всего имущества. Они давали не только 10%, но еще и добровольные пожертвования. Они постоянно давали Богу. А когда строили храм, они отдавали Богу все. И если вы заметили, то в Ветхом Завете, когда люди отходили от Бога, первое, что делали пророки, возвращали сердца людей к храму через даяние. Агей, Захария и другие пророки, когда они возвращались к даянию в Дом Божий, именно тогда наступало пробуждение. Об этом также говорил Малахиев. Но мы постоянно видим, как люди давали на Божию миссию. Вспомните также мудрецов на рождении Иисуса. Они искали царя царей и Господа Господь. И что же они принесли Ему? Золото, Смирну и Ладан. Эти вещи были использованы для содержания Иисуса и Его семьи. Господь знал, что им придется бежать и начинать новую жизнь в другой стране. Итак, Бог решил поддержать нашего Спасителя, послав мудрецов, которые принесли Ему дары. А это еще не конец. Были также богатые женщины. Они поддерживали Иисуса на пике Его служения. Они давали так много, что пришлось завести казну и казначея. Деньги приходили и уходили. Приходили и уходили, пока они занимались служением по всей стране. Богу пришлось поднять людей для поддержки этого служения. И Он нашел для этого богатых женщин и не только. Затем мы видим двух богатых мужчин в день смерти Иисуса. Что они делали? Обеспечивали Иисуса Христа. Они позаботились о Его погребении. Даже когда Иисусу нужен был осел, Он сказал, пойдите и скажите, этот осел надобен Господу. И люди дали осла. Так же было и с горницей на Пасху. Господь обращался к разным людям, и они поддерживали Его миссию и Божие видение. Мы также видим это в жизни всех людей в начале Нового Завета. Мы видим, что люди поверили в Мессию и стали продавать свои вещи. Многие из них продавали свои вещи, а вырученные деньги приносили в Дом Божий и клали у ног апостолов. А апостолы использовали их на различные служения. И так продолжалось на протяжении всего Нового Завета и всей истории. Церковь поддерживали люди, верящие миссию через всю Библию. И до нашего времени церковь не могла бы существовать, если бы не люди, которые поверили в эту миссию. Люди в мире поддерживают планы мира. Вы об этом задумывались? Они делают это щедро. Я говорю о миллиардах долларов на поддержание либеральных взглядов или других вещей, потому что они верят в это. Они верят в то, что они делают. Поэтому поддерживают эти идеи. И в то, как они живут, тоже верят. Поэтому и люди Божии должны поддерживать Божию миссию. Это очень важно. Вы ведь считаете, что важно, чтобы мы продолжали верить в эту Божию миссию? Если нет, то христианство может стать очень эгоистичным. Мы забываем, почему мы даем, почему мы служим и делаем все, что мы делаем. А ведь все это ради Иисуса мы даже начинаем думать, что Бог нам что-то должен. Я постоянно говорю людям, что это привилегия, когда Бог нас использует. Иногда мы думаем, эх, нужно идти и служить. «Ладно уж, ну, окажу Богу эту услугу». Это Бог оказал вам услугу, позволив вам служить и давать. И дав то, что вы можете дать. И нам, телу Христа, нужно понять это. Нам нужно продолжать верить в миссию, если мы хотим, чтобы Божия миссия и Церковь двигались вперед. Было время, когда люди забывали об этом, и тогда мир наполняла тьма. Перед началом 20 века наша страна переживала очень темное время. Но затем люди стали снова верить. И тогда они начали не только служить, но и давать. И Церковь начала расти. И она доросла до того, что из Америки мы стали достигать буквально весь мир. Но я хочу показать вам национальную статистику по вопросу десятины. В нашей стране лишь от 10 до 25% всех людей, посещающих Церковь, дают десятину. И это подтверждает результаты исследования, что 20% людей делают 80% работы. Получается, что 20% людей финансируют 80% всей Божией работы. Вернее, 100% Божией работы. 50% людей дают что-то, зачастую это менее 2%. Итак, поместная Церковь не может делать всего, что она могла бы сделать. А вот если бы все делали свою часть, дело не в том, что делают другие, а в том, что делаете лично вы. От 10 до 25% это мало. Очень мало. Могу сказать, что в нашей Церкви это примерно 23%. Мы в верхней части этой шкалы. Но если честно, учитывая всю зрелость людей, находящихся в этом зале, я думал, что будет значительно больше. Но люди пока еще работают над этим. Они дают что-то, и это хорошо. Но я призываю вас продолжать двигаться в вашей вере. Сегодня мы рассмотрим несколько мест Писания. Это не проповедь, поэтому я хотел поговорить об этом сегодня, а не на следующей неделе. Я не хочу, чтобы это было принуждением. И люди чувствовали, что им выкручивают руки. Бог не желает, чтобы вы давали по принуждению. Он желает, чтобы вы давали доброохотно. Он хочет, чтобы вы это понимали и делали охотно. Я хочу показать вам место Писания. Это Слово Божие. Вы также должны знать, что если вы не дали еще ни копейки или, ну, совсем чуть-чуть, мы все равно любим вас и будем вам служить. Хорошо? Я не знаю, кто сколько дает, мы любим вас. Я знаю лишь цифры в целом, потому что нам нужна эта информация для нашей работы. Также поймите, что Бог должен убедить вас в этом. Не я должен это делать, а Бог. Молитесь и слушайте, что скажет вам Дух Святой, и тогда позвольте Ему направлять вас. Я написал книгу «Даяние. Десятина и щедрость». Она маленькая, а вы можете прочесть ее за 20 минут. Если вы еще не уверены в том, стоит ли вам давать, просто прочтите ее и позвольте Духу Святому поработать с вами, потому что все мы находимся в разном положении. Аминь. Помню, как я впервые пришел в церковь. «Господь, вот тебе 20 баксов». Я думал, что это прекрасно. На то время так и было, но нужно расти. Мы рассмотрим сегодня несколько мест Писания. И первое на сегодня – это Евангелие от Луки. Там написана притча. Напоминаю, что мы принадлежим к 5% богатых людей всего мира. Я имею в виду нас, конкретно нас, нашу страну. Если у вас есть машина, дом и работа, то вы входите в 5% самых богатых людей всего мира. Поэтому эта история должна быть нам близка. Не думайте, что она не о вас. Итак, начнем смотреть 12 главу Евангелия от Луки. И сказал им притчу. «У одного богатого человека был хороший урожай в поле». Кстати, у нас очень урожайная земля, помимо всего прочего. У нас хорошие сельскохозяйственные показатели. Согласно статистике, деньги, которые вы оставляете после себя, ваши дети прожигают за 6 месяцев, всего полгода. Я серьезно, за полгода ничего не остается. Итак, был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой. «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих?» И сказал, «Хм, а вот что я сделаю? Сломаю житницы мои и построю большее, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему, «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Итак, проблема была в том, что он был очень эгоистичным. У богатства есть три цели. Первая цель – покрытие наших нужд. Бог желает, чтобы наши нужды были покрыты. Если мы любим Бога и ставим Его царство и Его праведность на первое место, то наши нужды будут покрыты. Павел также писал богатым людям. Бог не против, чтобы вы наслаждались богатством, которое Он вам дает. Но Он также предупредил их, что они должны быть богаты на добрые дела. Проблема была в том, что Он был богатым только для себя, а не для Бога. Вы меня услышали? Поэтому нам нужно убедиться, что мы думаем не только о себе, но и о Царстве Божием. Это одна из целей нашего пребывания здесь. Еще один отрывок – это Евангелие от Матфея, 6 глава. Тут тоже говорится о богатстве. Здесь Иисус говорит – ваши деньги там, где находится ваше сердце. Надеюсь, вы согласны. Хорошо, 6 глава, с 19 по 21 стих. Тут написано – не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше. Иногда мы слишком переживаем за наши земные банковские счета. А они за счета небесные. Но мы – христиане. Должны начать чуть больше переживать о наших небесных банковских счетах. А вы можете говорить все, что угодно. Но ваше сердце там, куда уходят ваши деньги и ваше время. Если вы покажете мне свой календарь и чековую книжку, то я могу вам точно сказать, во что вы верите. Вы меня все услышали, да? Дело в нашем времени и в наших ресурсах. Я призываю вас рассмотреть это в вашей жизни. Мне не обязательно знать об этом, но вам это знать нужно обязательно. Потому что Бог уже об этом знает. Спросите себя, делаю ли я свою часть. Бог спрашивает об этом у каждого из нас. Он не просит вас сделать мою часть. Вы также должны понять, что смысл даяния в любви и посвящении от добровольного и благодарного сердца. И нам нужно убедиться, что мы даем именно так. Мы даем не по закону и не по принуждению, или потому что нам выкручивают руки или манипулируют нами. Мы даем из любви посвящение и благодарного сердца. Даяние – это акт поклонения. И в наших церквях люди выходят вперед, потому что везде в Библии сказано, когда люди давали, они выходили к алтарю. Даже Иисус сидел и наблюдал за тем, как они выходят и жертвуют деньги. А впечатлила его вдова. Люди давали много, но вот вдова, она дала не от избытка, а будучи в тяжелом положении, она дала все, что у нее было. Бога волнует не количество, а сердце, с которым дается эта сумма. Поэтому для всех сумма будет разной. Мы все живем по-разному, и нам нужно оценить самих себя. Но когда мы даем, нам нужно давать из любви посвящение и благодарного сердца. А вот еще одно местописание, которое все расставляет по местам. Это второе послание Коринфянам, 9 глава. О чем здесь говорится? О том, что жадность влияет на наше даяние. Мы можем решиться на что-то. Я много раз это видел, я проповедовал о даянии. Мы делаем это не очень часто, может быть, один или два раза в году. И тогда наши приношения увеличивались. Но так продолжалось только три месяца. Итак, предлагаю вам открыть Писание и наше третье место, 9 глава. Поэтому я посчитал необходимым убедить братьев посетить вас заранее, чтобы завершить сбор пожертвований, как вы сами обещали. Тогда и будет видно, что вы делаете это не по принуждению, а добровольно. Так почему же это продолжалось так недолго? Потому что вы приняли решение делать это, но потом появилась мысль. А мне самому это пригодится. Включилась жадность. Мы с Синди смотрели один фильм. Она заставляет меня смотреть женский фильм. Сыновья входят, а я смотрю такой фильм, и они, «Папа, ты что, будешь это смотреть?» Однажды, ребята, вы будете женаты и тоже будете такое смотреть. А потом будете смотреть их с дочерями. Наверняка кто-то из вас видел этот фильм, который называется «Разум и чувства». На самом деле довольно классный фильмец. Вам нужно его посмотреть. Там нет крови и убийств, а только любовь. В фильме умирал отец героя. Он был сыном от первого брака. И его мать умерла. Затем отец женился, и у него родились три дочери. И когда он умирал, то сказал сыну, «По закону все, что у меня есть, а он был очень богат, перейдет к тебе, а не к моей второй жене и дочерям, но ты должен позаботиться о них». И в тот момент он искренне сказал, «Да, отец, я обещаю». Отец умер, и сын отправился к семье отца. В начале пути он был полон решительности помочь им. Он решил дать им полторы тысячи фунтов. Тогда это было очень много денег. Затем жена стала говорить с ним, «А ты уверен? Не нужно отдавать им так много. У нас тоже есть ребенок. Ты же у него отбираешь». Многие из этих аргументов звучат сегодня среди христиан. И он подумал, «Ну, может, я дам им чуть меньше, одну тысячу». Потом стали приходить мысли, «Может быть, 500?» Или вообще по 100 фунтов один раз в год. А если они проживут более 15 лет, тогда у нас будут проблемы. Когда они доехали, то решили, что эти люди уже должны быть им благодарны и сами дать им что-то. Мы не так же относимся ли к Богу, подумайте. Мы думаем, это Бог должен нам дать кое-что. Он и так это делает, причем каждый день. Но вы можете сами отговорить себя от щедрости и даяния. И все это связано с жадностью. Вам самим это нужно. И это опасное отношение к жизни. Неплохо иметь деньги. Но плохо, когда деньги имеют вас. Знаете, как это определить? По вашей готовности давать. Два раза в жизни Бог говорил нам опустошить наш счет и отдать в царство. Три раза, но если считать пенсию, конечно. Мы накопили пенсию и отдали ее в другую церковь, где пастор не мог оплатить счета. Я никогда не сожалел об этом ни разу. Но если вы не можете этого сделать, вы как богач, который грустным ушел от Иисуса. Бог призывает нас не быть жадными. Помните, кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. И кто сеет щедро, тот щедро и пожинает. Каждый пусть дает столько, сколько ему подсказывает сердце. Не с огорчением и не по принуждению. Потому что Бог любит того, кто жертвует с радостью. Бог может обеспечить вас всем, что нужно, чтобы у вас всегда было всего в достатке. И с лихвой хватало еще на любое доброе дело. Мы всегда останавливаемся на том, чтобы у нас всего было в достатке. Бог даст мне все, что я хочу. Но здесь сказано не об этом. Здесь сказано, чтобы у вас было больше на добрые дела. А вы пожинаете много, потому что Бог знает, что может вам доверять. Тогда Бог дает вам еще больше, потому что знает, что вы продолжите раздавать. У меня есть один хороший друг. Я говорил с ним, когда он заработал свой первый миллион. Он заработал его на работе за границей. Он уехал за границу и заработал там миллион. Он жил в трейлере. Ездил на разбитой машине и таким вот образом заработал себе миллион. Он вернулся домой с миллионом и полностью раздал его. Это было лет двадцать тому назад. Он все раздал. Все кроме 36 тысяч долларов. Он раздал все, чтобы помочь родным и близким, у которых ничего не было. А себе оставил 36 тысяч долларов. Я спросил, ну почему ты раздал все и оставил себе такую малую сумму? Он ответил, я знал, если это получилось один раз, то может получиться снова. И так оно и было. Знаете, почему люди не дают? Они не доверяют Богу. И вот он снова уехал и снова заработал. Он делал так несколько раз кряду. И каждый раз он давал людям эти деньги, а себе оставлял какую-то мизерную часть. И так люди просто не верят, что Бог даст им больше. Я верю, что все, что я даю, Бог может вернуть с умножением, чтобы я мог сделать еще больше для Царства Божьего. И вот последнее местописание на сегодня. Евангелие от Луки, 6 глава, 38 стих. Давайте. «И дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отцеплют вам в лона ваших, ибо какую мерою мерите, такую же отмерится и вам». Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас!